В День народного единства Тверская золотая книга пополнится еще двумя именами. В этом году этой чести удостоились писатели-поэт, жившие и творившие всю жизнь на родине, на Калининской земле Александр Гевелинг и знаменитый историк, уроженец нашего города Иван Забелин. Такое решение было принято депутатами Тверской городской думы. Елена Гевелинг, дочь знаменитого земляка, пообщалась с нашей съемочной группой и рассказала, каким был поэт. Строки его стихотворения высечены на рострах обелиска победы в центре Твери. Из-под его пера вышли множество сборников произведений о войне, о подвигах калининцев. Теперь имя писателя-журналиста Александра Гевелинга будет значиться не только на обложках его произведений. Его и имя историка Ивана Забелина, также уроженца Тверского края, увековечат на страницах Золотой книги Твери. Эти кандидатуры были выбраны и одобрены народными избранниками в начале октября. Это два достойных имени, которые удостойны будут занесения в Золотую книгу и оставят память на многие десятилетия, столетия. Александр Гевелинг ушел из жизни в феврале 2014 года. Но его произведения до сих пор живут, храня в своих строках тяжелые моменты Великой Отечественной. Местом, где разворачивались события произведений, становилась родина писателя. Вы здесь, если почитаете, здесь сплошная дверь. Дочь поэта Елена на встрече с председателем Тверской городской думы рассказала, что передала в библиотеку коллекцию книг Александра Феодосевича и подписала на память народным избранникам книгу отца «Вечный огонь». Его таланта, его, так сказать, вот этих качеств самых лучших хватало на то, чтобы быть очень и очень достойным человеком. Он очень много сделал действительно для города. Он всегда представлял город на всех всесоюзных, всероссийских и так далее, литературных форумах, чтениях. Он объездил всю страну. Золотую книгу Тверев в торжественной обстановке также внесут имя Ивана Забелина, который является автором ряда исторических трудов, посвященных Мининому и Пожарскому быту русских царей и других. Напомним, что первые имена Золотую книгу Тверей вписали в 2011 году. Эту традицию Тверь переняла у северной столицы. На сегодняшний день их 18. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова